Всех приветствую на веб-семинаре по практическим приемам этичного хакинга. Меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре Специалист. Со многими участниками семинара уже знакомым. Если на сайте специалиста ко мне на страничку зайдете, тут написано давно в Центре работаю, провожу различные курсы, имею много разных статусов, высшая техническая квалификация, я мастер по тестированию на проникновение, а также имею статус руководителя службы информационной безопасности. Я сертифицированный руководитель службы безопасности, это если хотим вопросы управления изучать, то отдельное направление курсы сертификации. И обладая такими статусами, помимо того, что различные курсы провожу, еще и в различных проектах реальных участвую. Где-то тестирование на проникновение, где-то внедрение системы управления информационной безопасностью, имею практический опыт работы, ну и опыт проведения различных курсов. Как курсов по хакингу, так и курсов по управлению службы информационной безопасности, где вопросы управления изучаются. Мы не первый раз собираемся в Центре специалист, чтобы обсудить различные вопросы, относящиеся к информационной безопасности, к курсам. И каждый раз я приветствую студентов, говорю, вы собрались, у нас семинар по курсам информационной безопасности, и собрались для чего, почему? Потому что различные курсы могут требовать различную предварительную подготовку. Есть какая-то тема, которая на курсе будет использоваться, точнее, знания, навыки по этой теме будут использоваться. Я хочу, чтобы студенты, приходя на курс, уже имели какую-то подготовку, поэтому провожу семинар. А иногда я скажу, что на каком-то курсе, по которому семинар проводим, какая-то тема затрагивается, но нет времени ее очень углубленно изучить. А я очень углубленно тему изучил, вот давайте на семинаре я эту тему расскажу. Или есть какая-то тема, которая к курсу относится, но непосредственно в программе курса нет, и я хочу вам одружить дополнительно эту тему рассказать. Или что-то новое к курсу появилась, какая-то тема, и мы хотим дополнить материалы курса. Или курс по хакингу провели, и теперь практические приемы хакинга, давайте еще дополнительно что-то расскажу. А на последнем семинаре я говорил, все, цель не такая. Цель образовать сообщество, чтобы быть в контакте, чтобы быть на связи, чтобы общаться по различным вопросам. И поэтому мы собрались. И это все, конечно, правильно, но какова же истинная цель семинара по информационной безопасности? Первая, вторая, или третья, или четвертая. Это зависит от того, как я воспринимаю семинар, и как вы этот семинар воспринимаете. Но истинная цель в том, чтобы центр-специалист получил прибыль. Вот она правда. И вы скажете, ну как же так? Бесплатный семинар. Мы подключились, мы бесплатно слушаем, потом еще видеозапись пересмотрим. Где же ваша прибыль? Не переживайте. Это наша многоходовочка. Это наше дело. Вы смотрите. Но истинная цель получения прибыли. И вот это вот леет мотив курса по управлению службы информационной безопасности. Когда вы придете учиться хакингу, я буду говорить, давайте научу, как взламывать. Зачем? Ну как? Безопасность повышать. Тогда курс по защите. Давайте настраивать. Зачем? Надо, чтобы было секьюрно. А когда вы придете на курс для начальников, я скажу, забудьте все, чему вас учили в институте. Цель информационной безопасности в том, чтобы получить прибыль. И вот только на основании этого мы решим внедрить систему безопасности и не внедрим. Вот мы как начальники. Так вот этот семинар, который мы проводим, посвященный тому, что есть курсы по управлению службы информационной безопасности. Мы видим целый трек курсов. Есть курс по этичному хакингу, есть курс по защите. А еще курс по управлению службой информационной безопасности. А еще курс по стандарту ISO 27002. Давайте учиться, как управлять безопасностью. До этого я вам показывал примеры. Давайте-ка я какой-нибудь компьютер взломаю. Вот рассказывал, как взламываю какую-то машину. А у вас спрашивал, а на этом этапе как быть? А здесь подскажите, а здесь? А теперь мы выясним на семинарии, как внедрить систему управления информационной безопасности, какие там есть защитные меры, как они реализуются административно и как реализуются технически. И вы скажете, так зачем? У вас же есть курс, все на курсе рассказываешь. А тут я уже скажу, вот цель, на курсе рассказывается хорошо, но я хочу этот курс дополнить и рассказать о том, что такое SUIV, еще и на практическом примере. Так вот, система управления информационной безопасностью, это когда защитные меры применяются по указке руководителя. Я же курсы провожу не потому, что я хочу. Есть руководство, оно имеет целый процесс, как воодушевить преподавателей и курсы проводить. А студенты тоже не сами по себе, дай-ка поучусь. Тоже целый процесс, как отправят предприятие. Зайдем в Википедию и там поищем, что такое организация ИСО, международная организация по стандартам. Здесь написано, вот когда она образовалась и написано, сколько стран входят в эту организацию и написано, что Россия тоже часть ИСО. А теперь ответим на вопрос, сколько стран в международной электротехнической комиссии. Такая организация тоже есть. Сколько лет этим организациям стоит ли их прислушиваться? Вопросы себе поставим такие. Важно ли управлять безопасностью и легко ли? Если вы отвечаете на эти вопросы, управлять безопасностью легко и не важно, то все, закрываем сайт ИСО, говорим, это же легко и просто, и не важно безопасностью управлять. Нам советчики не нужны, все, справимся. Но если вы отвечаете на эти вопросы, что управлять безопасностью сложно и важно, то тогда следующий вопрос. А можно ли положиться в управлении на опыт только одного человека? Может быть, можно, но все-таки одна голова хорошо, две лучше, а три еще лучше. А если эта организация дает какие-то рекомендации по управлению, прям тысячи специалистов об этом думали, наверное, же еще лучше, вот вам ответ, зачем нужны стандарты? Затем, чтобы управлять безопасностью, по стандартам внедрять систему управления. Ладно, уговорил. Давай, где наш стандарт, откроем, прочитаем, и у нас в Центре компьютерного обучения такой стандарт приобретет, мы приобретали официально, чтобы он был официальный у нас, и мы могли его на курсах показывать студентам, проводить курс по стандарту ISO 27002. Там написано делайте это, 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 еще и это, нам сложно разобраться, что там написано. Поэтому на этом семинаре давайте я вам объясню суть стандарта по управлению службой безопасности. Конечно, не так, мы на курсах по управлению изучаем, но зато на практическом примере. И я скажу, что если вы откроете стандарт, прочитаете, то увидите, что стандарт требует, что должна быть информация на предприятии классифицирована, а еще пункт 14 читайте. Анализ установления требований по информационной безопасности заключается в том, что требования по информационной безопасности должны отражать ценность защищаемой информации. Мы на такие пункты смотрим, вроде бы требования, на что оно означает, непонятно. Давайте на реальном примере я вам покажу. У меня есть система. Моя система Windows 10 виртуальная машина и на этом компьютере у меня есть диск С, а тут есть ресурсы. А здесь смотрите, Оли Дебаг, ресурс, какая-то крэк-ми программка. А еще питон установлен, а тут скрипты. Я сам какие-то скрипты написал. А еще инструменты, а это вообще хакерские инструменты, всякие, я сюда что-то складываю. Я хочу вам предоставить доступ к этому своему компьютеру, чтобы когда у нас будет курс, или мы что-то общаемся, обсуждали, чтобы вы могли подключиться к моему компьютеру и сюда залезть в папку tools, питон, перклокс и на моем компьютере поработать результаты мне. Или я поработаю результаты вам. Такая у меня система, я хочу вам предоставить доступ к этому компьютеру. И тогда все сразу становится на свои места. Это предыдущее требование гласит, что ты определи, какую информацию предоставишь кому и классифицируй, что важно, что не важно. И тогда я скажу, что, например, вот этот OliDebug он не очень важен, питоновские скрипты поважнее, а уж ресурсы, здесь будет папка, здесь будут документы, они нужны. Ну и tools тоже нужны. И стандарт говорит, так сделайте. Мы с вами сделали и еще хотим теперь обеспечить надежность информации, конфиденциальность, целостность, доступность, чтобы когда вы получите доступ к моему компьютеру, не важно какая будет сетевая технология сделана для этого. Мы обратимся к специалистам, они нам коммуникацию надежную, конфиденциальную, доступную сделают. Но сама система, вот этот компьютер, как обеспечить конфиденциальность, целостность, доступность? Открываем стандарт, и стандарт говорит, вы идентифицируйте первым делом активы и их ценность. галочку ставим, я только что активы идентифицировал, и ценность тоже. Там есть программа OliDebug, Debugger, это будет курс по хакингу, у вас будет лабораторная работа по учебнику, но там только для начинающих в учебнике, а для продолжающих я вам примеры приведу, как в OliDebug мы будем программу взламывать. Второй актив питоновские скрипты, третий актив инструменты хакерские, которые мы будем разрабатывать, изучать. Галочка стоит. Второе, определите угрозу уязвимости и риски и найдите баланс между стоимостью потерь. Давайте определим угрозы к этому активу, который я вам показал, и уязвимости. Не будем очень большую модель угрозы строить, оставим это курсом по управлению. Я хочу с вами обсудить единственную угрозу к моему информационному активу, а соответственно к вашему тоже. Это ваш компьютер, вы сюда подключитесь, а он у меня дома стоит, и угроза какая? Хакер какой-то вот эту Windows 10 взломает. Как вам такая угроза? И может быть вы узнаете слайд из предыдущего семинара, когда я взламывал систему Solid State Nmap, я у вас все время спрашиваю, а этот ключик зачем, а этот зачем, а как это узнать, а как это узнать, вы мне в чат пишете, давайте точно так же и сейчас вы мне напишите в чат, может ли хакер реализовать угрозу взлома моего компьютера только с помощью Nmap, или он только посканирует и узнает какая версия. опытные хакеры студенты, которые ходили на предыдущие семинары говорят, мы знаем, конечно взломают у Nmap есть движок и он не просто SC напишет, он такой скрипт напишет, который не только узнает информацию, а и пароль сбрутит и что угодно сделает. Так что угроза она реальная. Хакер взломает комп, есть реальная угроза. и давайте я вам эту угрозу продемонстрирую. Прямо сейчас, пока я готов вам предоставлять мою систему в общее использование, вы мне в чат напишите, Сергей Павлович, я хочу вот к этому ресурсу, а я вам вот тебе подключалка, запусти секьюрное VPN подключение RDP сюда будешь и вы сюда на этот компьютер со своего компьютера зайдете. А угроза вот она, хакер рядышком сидит и у него кто-то уже запущено такое страшненькое и буковки и черный фон. Знаете, что запущено? Инструмент хакера как называется? Напишите мне в чат какой есть инструмент, что он вот такое будет делать Armitage, MSF консоль, который в Kali Linux. Все ваши ответы принимаю как правильные, GUI форме интерпретер пишите, тоже правильные. Таких инструментов много, называется Command Control Server. Когда я провожу пентест, мы используем профессиональные инструменты, которые совсем мощные, большой функционал предлагают. Но когда мы учимся, я обычно метод Floyd Framework показываю Armitage для изучения, а потом на него смотрим, что-то он нестабильный, что-то он какой-то глючный, давай другой Command Control или просто в консоли все будем писать. Вот смотрите, как я вижу угрозу. Смотрите, хакер уже реально угрожает, Armitage он уже открыл. И вот эти вот три компьютера, он их уже взломал, и здесь уже тоже что-то уже написал. Насколько угроза реальная? Как риск оценить? Вы можете сказать, угроза-то нереальная, это он какие-то другие компьютеры взломал. Наш компьютер, давайте посмотрим, какой IP-адрес у нашего компьютера. Вы же все IP-конфиг знаете, команду. Вот, у нас 1.3, совсем не наши компьютеры. Нет, не взломает. Вот у него написано, no session created, exploit completed. Не, 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 не взломает. Или взломает, или нет. В зависимости от того, как мы эту вероятность оцениваем и последствия оценим, мы будем внедрять меры безопасности. И давайте эти меры безопасности я вам расскажу не так, как я рассказываю на курсе по защите. Делайте это, 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 потому что мы знаем и умеем. А давайте посмотрим на стандарт. Кто стандарт говорит? Стандарт уже не говорит делайте это, потому что это умеете. Он вот так скучно выглядит. Но это требование стандарта, с которого начинается, которое гласит, если вы хотите управлять безопасностью, будьте добры, политику безопасности внедрите. Должен быть разработан и одобрен руководством, то есть мною лично, а также опубликован и доведен до персонала, то есть до вас лично, соответствующих внешних сторон, то есть вашей семьи, друзей, которые тоже будут подключаться, комплекс политик безопасности. И вот мы эти политики безопасности будем учиться писать на курсе. Но сейчас не курс, сейчас семинар. Где взять мне политику безопасности? Может прямо сейчас напишем? Есть эксперты по политикам, кто посоветует, где мне взять политику безопасности или направление хоть какое-то. Я хочу реализовать. А вот вы в пишете не надо изобретать ничего. Ты спиши политику безопасности. Ты зайди в гугл, а в гугле напиши. Ребята, у кого есть политика безопасности, дайте мне. Наша будет. Мы пишем политика безопасности скачать бесплатно. Нет, учить не надо. Нам готовый вариант. Готовый вариант, чтобы списать. Есть PDF, дайте нам. И вот я возьму, спишу готовую политику. Образец. Отлично. Наш будет. И по этому образцу напишу политику. Я уже так сделал. Смотрите, показываю. Вот у нас здесь ресурс, а здесь политика безопасности, которую я нашел в интернете. Сказал, ой, какая хорошая политика безопасности. Моя будет. И списал. Word открываю, «А там политика безопасности». «Все? Я внедрил SUIB?» Да, внедрил. Вот политика безопасности есть, все хорошо. Политика это что? Политика это только направление. Да, политика безопасности определит то должно быть. Что же политика должна определить? Требования ИСО. Система управления паролями должна принуждать это, 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 вынуждать это, это, заставлять это, это. Я написал общее положение, что мой учебный демонстрационный компьютер теперь доступен всем моим друзьям, студентам, только после того, как будут они ознакомлены с политикой. И написал, что порядок доступа к информации такой-то, разрешение я лично принимаю, я как руководитель все буду внедрять, доступ только с персональным паролем должен быть. О, доступ по паролям, видите? А стандарт говорит, что надо сделать еще это, это, это. Я сейчас к этому напишу процедуру и скажу сам себе, давай-ка, чтобы реализовать вот эту вот политику доступа по паролей, пусть система будет вынуждать использовать пароли надлежащего качества и что там еще в стандарте написано. Естественно, как это сделать административно, я понимаю. Я сейчас здесь копия паст, пишу, есть политика, я расписался, я знаком с политикой и я напишу инструкцию или регламент или процедуру. Скажу, что, пожалуйста, сделай, чтобы было так. А я теперь сам себе пишу, я администратор. И теперь это я должен реализовать техническим. А у нас есть администраторы, кто подскажет, кто мне подскажет, как вот эти требования стандарта ISO 27002 технически реализовать. А то я давно курсы по администрированию читал. Что мне открыть? Ну, я вижу, есть специалисты, у нас администраторы есть, советуют мне, как это реализовать технически. Ну, это открой. Групповые политики. Тут есть чудо-настройка. Пасворд должен быть сложным. Сюда галочку поставь. И где тут про сложный пароль? Пункт С реализован. И точно так же по всем другим пунктам. Книжку читай. Даже на курс ходить не надо. Все и так везде написано. И каждому требованию будет соответствующая галочка. Как менять пароль? Не знаю галочку. Ну, хочешь, сам разбирайся. Хочешь мануал читать? Ну-ка, проверю, что вы там сказали. Напиши всех пол. Так. Дальше куда идти? Сюда. Да. Политика паролей. Да. О, вот она галочка. Пароль должен соответствовать. О, у меня disable. А надо enable. Нет, все, окей, окей. Все, теперь enable. Видите, как хорошо я внедряю SUI. Уже начал. А как регулярно менять пароли? Вот. Надо, чтобы пользователь регулярно пароль менял. Где тут? О, вот. Максимальный возраст пароля. Максимальный возраст пароля три дня. Регулярно каждые три дня меняешь пароль. Окей? Окей. Видите, да, как хорошо. И у каждого пользователя должен быть пароль. Это я в свойствах учетной записи определю, конечно. Будут создавать пользователя. И пользователи регулярно меняют пароль, потому что он подключается, ему говорят. Пароль вводишь правильно. Ну, будь добр, смени. И ранее использованные пароли не допускать повторения. Стандарт говорит. А я не знаю. А теперь знаю. Пишу процедуру. Сюда нажми. И если 24 пароля помни, чтобы 24 пароля ранее использованные не повторялись. О, вот. Совсем другое дело. На ваших глазах я внедрил СУИБ технически. То есть я политику безопасности утвердил. Пусть в устном виде, но я могу сам себе документы расписаться, что я политику безопасности прочитал. А процедуру тоже письменно-устно. Доступ по паролю. Вот видите, как я внедрил СУИБ. Техническое выполнение. Галочки понаставил. Дальше. Читаем стандарт. Стандарт читаем. В стандарте написано, должна быть политика контроля доступа к сетям, сетевым службам. Это мы отдадим на аутсорс. А еще надо управлять доступом пользователей, предоставлять доступ пользователю в соответствии с тем, какой доступ нужен. Да, действительно. У нас разные студенты. Одному нужны питоновские скрипты, другому не нужны. Один крекер, Оля Дебаг ему надо, другому не надо. 27.002, что говорит. А как реализовать технически? Напишите мне в чат, как я буду управлять доступом пользователей, как я выполню предоставление доступа конкретному пользователю. Я имею пользователей в своей системе. У меня есть разные пользователи. Напишу нет юзер студент с паролем пасворда добавить. Он говорит тебе access denied. Все правильно. Я от имени администратора теперь запущу. И то же самое напишу нет юзер студент пароль пасворда. Вот студент пасворд с аксессфоли. Теперь будете подключаться. Пасворд студент не забудь. Так, пиши чмоды. Пишет мне Андрей. Change mode. Кто такое? Не работает. Андрей, ты что мне посоветовал? Нет, давай другое решение. Change mode не реализует требования управления привилегированными правами. Где здесь администраторы Windows? Как это реализовать? Дакл давай. Так, кто такое Дакл? Дакл? Нет. Ну, здесь, наверное, Андрей скажет, да Дакл это не то. Дакл это то, что ты нам показывал на курсе. Дакл это вот это вот. Имеем в виду, что вот правая кнопка свойства. Вот security. Вот это вот Дакл. Добавь сюда пользователя студент. И скажи, пусть любой студент ознакомится с политикой, но ни в коем случае ее не подменит. Вот сюда галочку не надо ставить. А вот сюда две галочки поставить. Студент прочитает политику, а изменить не сможет. Так что вот. Понятно, да? Что требование оно вот такое, но в результате эти требования будут реализованы вот таким вот делом. Конечно, если вы администратор, как пишете в чат, говорит, это же что же? Это CACLS, ICACLS, и через PowerShell давай управлять. Это мы технически разберемся. Хорошо. Время семинара ограничено. Давайте следующая тема. Открываем стандарт ISO 27002. Читаем. Должна быть разработана и внедрена политика использования криптографических методов для защиты информации. Так, ребята, у которых мы там политику списали, что вы там пишете в политике про криптографию, про разграничение прав, видите, как хорошо они написали, что надо предоставлять, доступ. А работу с криптографическими системами тоже не забыли. Ой, какую хорошую политику мы списали. К работе с криптографическими системами допускаются только мои студенты, имеющие соответствующие разрешения от меня лично. Вот студент, разрешаю, используй криптографическую систему. Но я проведу инструктаж, и только тогда будешь ее использовать. Все, да. И конфиденциальность, целостность, доступность, неопровержимость, криптография будет внедрена. Вы ко мне пришли на инструктаж. Как я вам проведу инструктаж? Как требования технические вот эти вот вы реализуете? Напишите сейчас в чат, как мне реализовать технические вот эти требования по криптографии. Как мне вас научить, чтобы вы ваши документы шифровали. Политику уже написали. Но в политике написано, что я вас должен еще научить, как вы должны важные документы шифровать. Как учить студентов шифровать данные? Как данные вот здесь вот на своем компьютере я зашифрую. Допустим, вы зашли, и допустим, вы имеете какой-то инструмент, неважно какой. И допустим, вот вы какую-то политику, как студент, хотите дополнительно зашифровать. О, пошло техническое предложение. Используй битлокер, используй ЕФС, используй трукрит. Кто-то скажет, не надо трукрит, вот галочка уже стоит. Видите, да? Окей, окей. Галочку нажали. Пайл зашифровали. Окей, окей. Вот, видите, файл позеленел. Хороший я вам инструктаж провел. Вот теперь вы, как зайдете, у вас ресурсы. Правую кнопку нажимаете, шифруете. Политика написана, чтобы все шифровалось. Вот у вас контент зашифрован. Понятно, да? То есть я провел инвентаризацию ресурсов, как того требуют активы. Какие у меня активы? Я в Excel написал на моем компьютере, папка Windows есть, папка Python Tools. Все есть, в каком количестве. Если еще какой-то актив, я скажу, зачем оно надо. Ценность определена. Я еще столбик сделаю, скажу, это высокая ценность. Мои скрипты обязательно надо зашифровать. Как зашифровать умеем? Классно? Конечно, хорошо. Видите, как мы СуИП внедряем? Мы конфиденциальность уже обеспечили. А целостность криптографии-то? Целостность тоже надо обеспечивать. Как? Предложите инженерное решение. Я предлагаю такое инженерное решение. Давайте я сам себе напишу инструкцию и скажу. Когда ты будешь файлы хранить, в данном случае ресурс, каталог, ты сиг-чет напиши с ключиком H, и все вот эти циферки, контрольные суммы, хэши, запомни. Если хоть один байт здесь изменится, хэш поменяется. На следующий день придешь, хэш не такой, скажешь, политика безопасности не действительно, ее подделали, и теперь там написали, что не надо ничего шифровать. А мы возьмем из архивной копии, поднимемся, и будет у нас политика такая, какая была. Вот тоже техническое решение для криптографии. А что еще требует стандарт? Стандарт, не верьте, прочитайте, он бесплатно, без смс, с интернетом может быть скачен. 27.002 говорит, мы, организация по стандартам, думали, думали, придумали такую защитную меру. Надо предотвратить несанкционированный физический доступ. Поэтому давайте сделайте, чтобы так было. Так, ребята, у кого я там списал политику безопасности, вы про физический доступ там не забыли случайно? Нет, не забыли. Физический, безопасность, виртуальную машину за пределы компьютера не уносить, студенты пусть по сети подключаются. А мне сейчас Иван скажет, да, я ее себе размещу, у меня будет. А я скажу, не могу, виртуальная машина по политике безопасности, не могу. Вход в помещение, где мой компьютер расположен, должен осуществляться через металлическую дверь, оснащенную замками, не менее двух. Блин, у меня деревянная, сейчас позвоню, скажу, чтобы металлическая дверь была. Домофон, сломался домофон, делать нечего, политика гласит. А еще ключи должны находиться, в политике было написано в филиале, а у меня нет филиала. Но у меня такой тезис хороший, у него такая дача, у него такой сейф, я ключ ему в отвесках, если что потеряю. Мало ли что, дверь-то металлическая, я к тебе приеду и из сейфа возьму ключик, чтобы дверь металлическую не ломать. Он говорит, ладно, хорошо, пусть твой ключ у меня в сейфе хранится. Вот такая политика. Горничная придет. Да, ничего, все продумано. Пока горничная сидит, за ней кто-то из членов семьи будет следить. Физическая безопасность. О, политика какая. Как же я это требование реализовываю? Я категорию физической безопасности определю точно так же в своей квартире, как вы на предприятии в серверной. Только здесь будет не серверная, а мой кабинет. Здесь будет не рабочее пространство, а гостиная, а здесь прихожая. Ну что, все, внедрили СУИП. По политике, смотрите, политика кончилась. Основные стандарты ISO 27002 применились. Все хорошо. Понятно объяснил? О, теперь все понятно. Но, наверное, не исчерпывающие требования. Вы скажете, так подожди, стандарт там велькал, там было много пунктов, а мы применили только некоторые из них. Давайте сейчас, пока семинар проводится, вы мне напишите в чат, а что еще применить, какую категорию забыл, что еще применить. А то я сейчас политику напишу, и когда вы будете к моему компьютеру подключаться, еще и дополнительное требование у нас будет. Есть идея, что еще написать в политику, а мы еще проверим, требование ISO есть такое или нет. Ну что нам ISO? Нам любые стандарты. Антивирусную политику вы пишете в чат. Парольную политику я сделал, вы что? Политика удаленного доступа тоже будет, я вам пароль дам, это антивирусная политика забыл. Да, забыл, забыл. Почему политика антивирусная нужна? Потому что есть зловредное ПО. Всякие вирусы трояны, руткиты, курс по хакингу, вот оттуда. И стало быть, в политику, я сейчас допишу политику, что надо что-то сделать, какую-то защитную меру применить. Вы знаете, что есть антивирусное программное обеспечение, которое защищает от лавредного ПО. Порекомендуйте, какую антивирусное ПО поставить. Есть идеи. Порекомендуйте, предлагаю Defender, защитник включим, пусть он нас защищает. И действительно, прям перед семинаром я взял и Defender обновил. И прям еще все пересканировал и всю свою десятку защитил Windows Defender. Понятно, да, что я сейчас делаю? Вы мне в чат написали, ты забыл парольную политику. Я говорю, упс, извините, сейчас добавлю. Администратор, Defender галочку поставил. Видите, какой он у меня зелененький. Все, Defender есть, Defender молодец. Кстати, смешной случай, прям курьезный. Я его включил, а это моя десятка. Она как пошла мне все файлы удалять. Говорит, это ты игрался с метерпретером. Это у тебя был exploit. Этого я знал, какая-то наудалял мне все exploиты вообще. Давайте проверим, как Defender работает. Есть такая строчка, называется ACAR. Если вы тестовый файл создадите, таким вот текстовым содержимым, то автоматически любой антивирус должен закричать «Вирус, вирус». Допустим, видите, у меня какой Defender, вот у меня история. Ну-ка покажи, кого ты поймал. И все, всех наловил. Видите, как он хорошо всю Вирусяку поудалял, которая у меня была. Это мои хакерские инструменты. Ничего не знаю, все удаляю. И теперь, допустим, я скачаю сюда что-нибудь, скачаю файл, он будет называться Aetar, и вдруг там берусяка. Вот сейчас открою текстовый файл, ставлю, сохраняю. Видите, видите, да, видите сразу Defender, говорит, ты что скачал? Это же берусяка. И сразу все удалил. То есть как только я вдруг сейчас чего-то, видите, сразу Detected Threads, все очищено. Я бы сейчас рад бы вам показать, смотрите, еще один пример, а уже не могу. Defender все примеры мои были, просканировал, пул сканирования, все удалил, мой компьютер чистый, а если вдруг чего? О, Acar скачался, Defender уже его удалил, все, видите, да, нет у тебя файла. Так он пробный, он для тестирования, зачем ты удалил? Ну, чтобы показать, какой я хороший. Ну, теперь все. Теперь я сейчас политику безопасности пишу, антивирусная политика, и все здесь утвердим. Ну, я не буду печатать, допустим, сделали. Смысл этого в чем? В том, чтобы теперь понять, если я здесь что-нибудь скачаю, никаких проблем нет. Если вы подключаетесь, пожалуйста, вот вам мои ресурсы. Если что важное, мы зашифровали, пароли, все внедрено, все хорошо, и все теперь прекрасно. Вот что такое внедрение системы управления информационной безопасности, как с точки зрения ИСО, так и с технической точки зрения. Мы на практическом примере посмотрели, как мы нашли политику безопасности. Мы увидели, что политика безопасности идет в соответствии с требованием стандарта ИСО 27002, и по итогам внедрения СУИП, я вам предоставляю свою систему Windows 10, которая соответствует требованиям стандарта ИСО 27002. Почему? Потому что мы провели инвентаризацию активов, и у меня, я вам эксельку показывал, вот он файл с активами, который говорит, что у нас есть разные ресурсы. Мы утвердили политику безопасности, которая провозгласила защитные меры, которые требуют стандарт, и мы технически их применили. Теперь, кому надо, пишите мне в чат. Я вам дам верительные данные для подключения, и мы будем работать. Допустим, я как вы, я как студент, зашел, чтобы мне тут поработать, может быть мне в интернет можно выйти, или нельзя? Можно я как студент или как преподаватель на этой системе, которую мы защитили СУИБом, открою и Google зайду, или нельзя? Ну, если вы по интернету подключаетесь к моему компьютеру, конечно, и обратно выйти тоже хорошо. Я же не просто так иду, ребята. Я иду в Google для того, чтобы стандарт ISO 27002 прочитать. Я хочу прочитать этот стандарт, потому что слайды слайдами. Но инструктор сказал, что где-то на русском языке бесплатно, без СМС, можно скачать стандарт 27002. И вот я сюда зашел, и теперь вот у меня стандарт. Хочет открыться. Что-то я боюсь. Давайте отменю. Или не боятся. Или меня уже похакали. Может быть, я вот не успел интернет открыть, а здесь уже шел. Как думаете? Так. MRT, EXE какая-то, ESET какой-то. А, это мы все внедрили. Так, так, так. Молодцы. Defender, Касперский. Все хорошо установили. Что-то там. Чат побольше сделаю. Столько у вас предложений. Все неправильно. Надо до 2000 года XP установить. Только тогда будешь в безопасности. Но это, Алексей, вы с кем-нибудь еще по спорте. Можно политику еще больше писать, конечно. Обмен информацией тоже можно прописывать. Но, Евгений, вы пишете, что надо обмен информацией прописать. Что, меня теперь из-за того, что я не прописал, похакаю? Это дополнительное. Пока и так хорошо. Ну, в общем, пока все нормально, да? То, что открыл, вы меня не ругаете. Я политику не нарушил. Все, суип, хорошо. Теперь, когда я зашел, и вы говорите, да, можно. Межсетевой экран, говорит, забыл. Срочно возвращайся, переписывай политику фаервола и срочно внедри фаервол. Алексей, я вас успокоил. Смотрите. Windows Firewall уже и в политике прописан. Видите, все включено. А вот эти все правила, все по умолчанию, как Microsoft рекомендует. Я написал процедуру, фаервол тоже включено. Ну, молодец, Алексей. Чуть не забыли. Чуть не забыли требования. А вот теперь и внедрили, и теперь все у нас совсем хорошо. Ну, что, продолжаем работу? Или остановись, забыли что-то? Ну, можно, конечно, стандарт ISO ищу, да. Так вот, заходим на сайт, вот этот сайт, хороший. И там оттуда скачаем PDF-ку. Давай-ка зайду на этот сайт. Ну, он говорит, сразу PDF-ку скачаете. Нет, я осторожный пользователь. Какой-то там PQM онлайн сайт. Я сейчас еще проверю, что ты за сайт. Можно сюда к тебе ходить или нет? Вот видишь, какой хитрый. Скачаете PDF-ку. Нет, я сначала PQM, вот здесь вот зайду. Ну, вот, менеджмент качества. Ну, хороший сайт, ребята, смотрите, публикации у них. Переводы у них. Вот какие приличные культурные люди. Рекомендации, руководство, статьи, стандарты. Вот этот вот конкретный наш стандарт для ознакомления. Можно скачаю или нет? Нет, ребята, вместе работаем. Это я сейчас один. Это все равно, что вы ко мне подключились и вот этот файл скачать хотите. А наша задача, чтобы наш суибы удержал и чтобы хакер ничего. Можно скачаю или нет? Нет, Skype, Discord меня сейчас не интересует. Мне интересует ваш ответ на вопрос. Я имею право файл скачать или нет? Или это будет нарушение политики или какая-то защитная мера? Олег пишет, нельзя. Сергей пишет, можно, но только если сайт доверительный. Но он сайт в интернете. Доверительный он или нет? Ну-ка, обо мне. Сюда заходим. Вот доверительный вот этот человек. Мне нравится. Смотрите, Андрей Владимирович, независимый эксперт. По-моему, очень приличный человек. VirusTotal сайт проверьте. И только потом скачайте. Как скажете. Сейчас политику напишем. И напишем, ребята, в том числе вы, Александр, который мне в чат эту глупость пишет. Как только сюда зайдешь на мой компьютер, будь добр. Каждые сайты, которые посещаешь, вот так на VirusTotal проверяй. Проверяй. А кто не проверит, тот, значит, нарушитель политики. Вы так хотите, Александр? Все сайты проверять на VirusTotal абсолютно. Да? Или как? IQM онлайн.com. Смотрите, это я сейчас пропишу, и потом вас, Александр, все будут упрекать. Все будут говорить, ну что ты, мы тут пришли, и теперь каждый сайт я вот так буду проверять. Ну, один сайт, ладно, а другой. Вот Антон говорит, глупости не пишите в чат. Проверяет Defender все на лету. Зачем VirusTotal? Глупости какие? Качай, Сергей Павлович. Ничего не бойся. Ну, естественно, качаю, а что? Иначе мы работать не будем. Иначе будем бояться, и все. И не узнаем, что еще в стандарте. Качаю, правильно? Для ознакомления. 27.002. Скачиваю, да? Да, скачиваю. Давайте открывать не будем. Сохраним, да? Сохраним? Сохраним. Куда сохраним? В папку Downloads сохраним, да? Все видели, как я в папку Downloads сохранил скачанный по вашей рекомендации файл? Все видели? Ну вот. Вот можно. Про стандарты скачали. А можно открыть файл? PDF-ку можно открыть? Напишите мне в чат. Ну ты совсем уже осторожность потерял, Сергей Павлович. PDF-ку, скачанную с интернета, открываешь, ты с ума сошел. Похакают в один момент. Хакер уже приготовился. Вот тендлер у него уже. PDF-ку откроешь. Или все-таки можно открыть? Павел пишет, проверь антивирусом. Проверю. Смотрите, как я сделаю. Я очень просто сделаю. У меня же, помните, да? У меня же целостность. У меня же муха не пролетит. Я открываю вот этот файл. Почему? Потому что открою в командной строке. И где тут у меня папка Downloads? Вот она, да? На самом деле это я сижу вот здесь вот. С пользователя. Я как пользователь топ сижу Downloads. Downloads, вот она, да? Я скажу, SIG-чек. SIG-чек. Посчитаем мне хэши от всего, что я сейчас здесь скачал. И он говорит, вот ты скачал файл ISO-MAKE 2003, вот его хэш. И все, как вы мне пишете. Проверяйте. Я правильно же скопировал, да? Я иду теперь вот сюда, на VirusTotal. А здесь можно проверить файл по хэшу. Чтобы весь файл не загружать, я могу по хэшу искать. Мне один раз это очень сильно пригодилось. Я работал в крупной компании, и надо было проверить VirusTotal. А как проверить? Я не имею права ничего из информационной системы выносить за пределы. Даже VirusTotal. А хэш могу. Хэш не VirusTotal. И вот я проверил, и мне сказали, это VirusTotal. И я уже дальше расследование вел. Смотрите, что VirusTotal говорит. Он говорит, что мы с вами скачали файл ISO-MAKE27002, ее уже проверяли. Ничего там в этом файле нет. Ну, может быть, не прямо сейчас он проверил, но когда-то уже по хэшу его проверяли. Это PDF-ка, такой размер. Ну что, коллеги? Роман пишет, нет, остановись, там исполняемый код. Роман, какой исполняемый код? VirusTotal говорит, никакого нету. Defender? Давайте на Defender и проверим. Я же могу проверить? Где тут? Defender, посканируй. Вот он уже открыт у нас. Defender, смотри. Вот тут мы накачали. Давай кастомизированное сканирование. Быстро проверь, все, что мы накачали, вот мы как топ сидим, и все, что я скачал, вот Downloads, проверь. Быстро посканируй. Scan now. Запускаю. Он говорит, вот это? Да, он говорит, все посканировал. Если бы здесь что-то было, A-car я сюда уже один раз поместил. Открой на Edge в изолированной среде. Так вы мне это предлагаете в политику написать? То бы я вам говорил, студенты, когда работаете, только откроете в изолированной среде и только в Edge. Хорошо, сейчас напишем открывать только в Edge. Правая кнопка, Open with и в Edge. Но он по дефолту в Edge откроется. Ну что, пишут, огонь, открываем, открываем огонь. Ничего страшного, но, ребята, у нас сует, у нас все внедрено, у нас антивирус, фаервол, управление доступом, пароли. Скачали файл, антивирус проверили, и только в Edge открываем, международный стандарт, читаем, чего бояться, все хорошо. Нормальное использование. Вот мы открываем, если какую-то PDF, спокойно читаем, открываем, изучаем. Антивирус говорит, я не допущу ничего, все будет у вас прекрасно, вот все хорошо, все будет, я же update. Поэтому мы совершенно спокойно здесь ведем себя, ничего не боимся. А что пишет Андрей? Андрей говорит, я что-то сомневаюсь, что все хорошо, потому что уж большое совпадение какое. Вот, meterpreter session opened у хакера написано, и как раз в момент, когда ты PDF-ку открыл. Да, пусть она пока тут еще не отрисовалась, но это со временем она еще появится. Но видите, да, meterpreter session opened, оно не отрисовывается, хакер никуда не спешит. Он же знает, что антивирус, он такую поставит программу, чтобы она медленно-медленно работала, но за то, чтобы потом и IP-адрес хороший, видите, да. Вот этот 1.9.1.3, то есть наш компьютер, вот этот вот, IP-config 1.3 подключился, meterpreter session opened, и теперь я, какие есть сеансы, видите, да, у хакера есть shell сюда, на этот компьютер. Вот так вот. И вот видите, да, отрисовывается, появляется полноценный shell. Для того, чтобы обойти антивирус, хакер не спешите, подождет. Хакер 10-20 секунд подождет. Но вы увидели, что как только вы зашли в интернет, как только вы с доверенного сайта скачали PDF-ку, PDF-ка хорошая, антивирус говорит, все хорошо, ничего нет, Defender проверил. И вот мы сейчас читаем политики безопасности, как там организовать ее, а тем не менее, пусть медленно, пусть потихонечку, но открывается meterpreter shell на хакерский компьютер с нашей системы, где мы внедрили СУИ. Ну, такой вот результат нашего семинара, нашего внедрения системы управления системой безопасности, и сделаем выводы. Выводы будут такие. Мы, конечно, поговорили о стандартах управления, о защитных мерах. Они реализуются административно, политика безопасности, и они реализуются технически. Администратор подскажет, как это сделать все. Вы увидели, как СУИ помогла защитить систему. Действительно, имея политику, имея регламенты, имея стандарты, инструкции, имея руководство по внедрению защитных мер, я очень хорошо везде расставил галочки, включил антивирус. При этом нет предела совершенству защитных технологий, потому что, как бы вы хорошо не защищались, всегда, ну, может быть, не всегда, но вот в моем примере у меня случилось, что, несмотря на все мои усилия, открыл защищенную PDF-ку, в ту же секунду meterpreter sessions opened, и теперь мой компьютер в руках у хакера, точно так же, как мы это изучали на курсах по анализу безопасности. Семинар заканчивается, но наши отношения не заканчиваются. Сергей Клевогин, имя достаточно уникальное. Находите меня в социальных сетях, добавляйте друзья. Если будут вопросы, не стесняйтесь задавать. Будем на связи, будем вконтакте. Всем успехов на пути специалиста по информационной безопасности.